Друзья, всем привет! Да, вы видите, в какой футболке, да, я записываю это видео, да потому что будем говорить об этом, вот, террористы номер один в мире, он сделал, значит, обращение к федеральному собранию сегодня, опять грозил всему миру ядерным оружием, сарматами, пересветами, в общем, и остальными мифологическими всякими словами, которые он оружие, 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 бряцал оружием, как мог, говорил, что все россияне за спецоперацию, вспоминал русскую весну, легендарную, как он ее назвал, ну, в общем, в полной мере бункерный дед проявил себя, но и показал, что же его реально волнует, друзья, а это, а это возможность того, что войска НАТО зайдут на территорию Украины, принимать участие в боевых действиях, сейчас обо всем об этом подробно, не забудьте подписаться на канал, лайк, шер, комментарий, подписка, спасибо вам за то, что продвигаете контент, это очень важно, информационная война не то, что не заканчивалась, а только набирает обороты. Итак, Путин сегодня обратился к федеральному собранию, это ж буквально за дни уже считанные до так называемых выборов, ну, выборов в кавычках в России, понятное дело, из этого сделали целое шоу, он, ну, шоу, как могут, все это просто крутили на экранах в Москве, посмотрите. Вот еще, посмотрите, как на экранах, прям большой брат, как в этих вот фильмах, вот этих антиутопиях, там, как вот большой брат вещает, вот все это сейчас происходит на наших глазах, друзья, на наших глазах в России, посмотрите еще. На трассах в Подмосковье тоже это крутили. Ну, в общем, как могли, старались показать всем. Устроили даже показы в кинотеатрах, ну, правда, сами же их местные здания пишут, что не то, что ажиотаж они вызывали, вообще туда никто не пошел слушать. Ну, это понятно, зачем еще не ходить в кинотеатры послушать. Ну, в общем, ну, старались как могли и старались очень. Ну, а что же Бункерный Дед? Вышел из бункера и, в принципе, рассказал, ну, все знакомое. Значит, во-первых, все россияне поддерживают спецоперацию. Ну, конечно, посмотрите. И сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности, родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа. Да, и вот благодаря, вот мы, ох, сплотились, рассказывал про былые победы. Вот русская весна 10 лет назад и сейчас, мол, как Крым забрали, дальше забираем территорию, посмотрите. Отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией и в этом году 10 лет легендарной русской весне. Но и сейчас энергия, искренность, мужество ее героев, крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к родине, которую они принесли через поколения, безусловно, вызывают гордость. Ну ничего, что вся Россия живет в дерьме, это не страшно, и живите дальше, получайте селедку за своих убитых мужчин. Но зато Новороссия, Донбасс и прочая вот эта чухня, которую он несет, ну дальше, значит, слушайте это. Ну и куда же все российские ресурсы? Не на образование, не на здравоохранение, нет. Правильно, на войну. На войну, родимую. Все дальше бряться не оружием началось. Ракеты Сармат уже поставили, посмотрите. Войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты Сармат. Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве. Циркон уже применили на поле боя. Это в феврале ударили по Киеву цирконом. Еще же циркон гиперзвуковой морского базирования. Дарный гиперзвуковой комплекс морского базирования циркон, о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». «Посейдон» – это их подводный беспилотник, который должен атаковать. Правда, пока нигде никого не атаковал. И пока последнее, что о нем известно, что его испытания провалились. Но ничего, он-то называет, кто там дальше, «Пересвет» – это лазерное оружие. У него уже лазерное оружие есть. Послушайте про лазерное оружие. «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики. В общем, и это у него тоже есть. Ну и в целом, самое главное, есть ядерная бомба, которая он пугает дальше весь мир. Послушайте. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано. Ну вот, и раз есть ядерная бомба, то значит он говорит, все интервенты, кто зайдут к нам, все в истории известно, кто заходил, мол, всем кирдык. И в этот раз, мол, ядерной бомбой их прихлопнем. А это, друзья, уже очень важный сигнал. О чем идет речь? Речь идет о том, что сказал Макрон и что вызвало это. В общем, главное событие международное последних дней, то, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Париже сказал, что Евросоюз должен рассмотреть и страны НАТО, и должны рассмотреть, и обсудить, и дебатировать по поводу возможного использования своих вооруженных сил в войне в Украине. Ну, на стороне Украины, понятно. Я записывал об этом видео, кто не видел, посмотрите, ссылку оставлю в описании. Но это действительно, друзья, очень важная история. Это снятие табу с этой темы. Да, там после этого многие сказали нет-нет, наша страна нет, наша страна нет, мы не будем, мы не будем, мы не будем. Ну, не все так сказали. Премьер-министр Эстонии Кая Кала сказала, ну, давайте говорить, почему нет. Латвия сказала, ну, давайте говорить, почему нет. Ну, в общем, вы понимаете, те страны, которые понимают, что они находятся под угрозой России, а им эта идея явно понравилась. Но самое главное, повторюсь, я совершенно не знаю, что завтра у нас тут приедут французские и немецкие солдаты. Я думаю, что до этого очень далеко и маловероятно, что это произойдет. Но то, что это прозвучало, говорит о том, что это очень был четкий сигнал Путину. Потому что ты не можешь, если ты думаешь, что ты вот тут вот всю Украину проглотишь и пережуешь, а дальше нас начнешь глотать, так не будет. И при определенном раскладе мы зайдем, и мы тебя будем удерживать на дальних рубежах Евросоюза. Ну, для нас это означает в Украине, что нас совершенно, друзья, понятным причинам не радуют. Но и Путина это заявление совсем не радует, потому что говорит о том, что загробастать всю Украину ему никто не даст. Ну, в первую очередь, конечно, украинский народ, но и наши партнеры тоже. И это был такой очень четкий сигнал Путину. В ответ на это он дал свой сигнал. Ну, его сигнал, естественно, ядерная бомба. То есть, мол, зайдут интервенты, ну, типа, зайдут, то есть, там, Херсонская же область, он говорит, наша, там, или, там, Запорожская область, наша, мол, зайдут туда, значит, войска НАТО, и, значит, они интервенты, значит, будет ай-яй-яй. Послушайте. Мы помним судьбу, судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. Но на самом деле его это очень волнует. То, что он об этом говорит, и то, что опять активно браться это оружие, показательно. Вообще, конечно, Путин вот этим своим очередным сегодняшним выступлением, ну, и всей войной этой, он, конечно, провоцирует новую гонку вооружений. Ему кажется, что вот за счет того, что он командует страной, в которой, ну, все, работает командная вертикаль, и которая такого ордынского типа, азиатского типа. Это такая, знаете, вот есть один там хан, верховный правитель, все остальные могут умереть, все сделать. Ну, то есть такая очень военизированная структура, в которой, конечно, не может нормально развиваться, в которой, конечно, нельзя нормально жить, но которая может реально эффективно воевать. Это всегда на это настраивалось, выстраивалось под это российская империя. И вот ему кажется, что так как он и вот обладает этим преимуществом, он быстрее развернул свой военно-промышленный комплекс, действительно стали производить больше снарядов, дронов, всего остального, танков, это правда. Но, не забываем одну вещь, есть пределы и лимиты возможностям России человеческим, технологическим, промышленным. И они далеко отстают, и в гонке вооружений уже проиграл в свое время Советский Союз, надорвался. А Российская Федерация, это не Советский Союз. Ресурсы абсолютно несопоставимы. Страна намного меньше, людей контролируют намного меньше. Там был не просто Советский Союз, еще страны Варшавского договора, пол Европы контролировалась. И надорвался, и упал. Куда уж тут Путину? Но он в своем этом безумии делает шаги в эту сторону, и именно об этом было его очередное, значит, обращение к его федеральному собранию. Ну и, конечно, тут предвыборная эта вся история, побряцать оружием. К сожалению, больному российскому обществу, милитаризированному, империалистическому, реваншистскому, это нравится. И он это понимает, и вот он опять в это все бряцал. Друзья, ну вот такая история, повторюсь, гонку вооружений Россия не выдержит. Это факт. Но серьезно нужно относиться к их словам, очень серьезно. Это правильно сказал и Туск уже, и представитель Еврокомиссии. Мы все слышим, мы все понимаем, и нам нужно реагировать. И я уверен, они будут реагировать, уже вариантов других ни у кого не остается. Друзья, террорист номер один в мире сделал свои заявления. Мир услышал, и наконец-то мир стал слышать, а не просто слушать. Друзья, держим строй.